Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «По существу». И у нас в гостях профессор, главный иммунолог, аллерголог Министерства здравоохранения и социального развития Республики Тамара Ивановна Петрова. Тамара Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первый вопрос. Тамара Ивановна, начался сезон респираторных и вирусных заболеваний. Прививки пора уже делать или еще рано? Конечно, надо к сезону готовиться очень рано. И поэтому уже в августе обычно, по данным Всемирной организации здравоохранения, готовятся специальные вакцины на этот сезон против гриппа. И эти вакцины в конце августа уже проходят регистрацию. И с сентября месяца мы начинаем проводить прививки. Это против гриппа. И одновременно эти же вакцины против гриппа, они защищают наших детей и взрослых против респираторно-вирусных инфекций. А когда лучше начинать прививаться? Вот в какой месяц? В сентябре, в октябре или эта погода зависит? Лучше начинать прививаться в сентябре месяце. Потому что к тому времени, когда уже разовьются сезонные заболевания, простудные, которые мы называем, уже у людей разовьется иммунитет. И этот иммунитет будет защищать от человека от возникновения гриппа и респираторно-вирусных инфекций. Кого и от чего планируется привить в этом году в первую очередь? В первую очередь от гриппа. Грипп входит в национальный календарь, как инфекция, которая очень часто встречается. И в первую очередь прививаются школьники, которые посещают школу. От первого по одиннадцатый класс. Затем прививаются дети, которые посещают детские дошкольные учреждения, которые мы называем организованные дети. В первую очередь прививаются студенты средних и высших учебных заведений. Еще целые категории лиц, которые очень часто встречаются с большим количеством людей. Это педагоги, это медицинские работники, это лица, которые работают в торговой сети. Но есть те лица, которые контактируют с другими лицами. Это беременные женщины после шести месяцев беременности. А как определяют эти категории? По возрасту идут или как? Определяют их по профессии. Потому что если медицинские работники, все медицинские работники прививаются так, как они встречаются с больными пациентами. Если это торговые работники, это тоже. Конечно, каждый торговый работник, который встречается с большим количеством покупателей, или же там, например, такие профессии, как учителя с большим количеством детей, они могут контактировать, они могут заболеть. А ведь прививки ведут к тому, что лица вообще перестают, вакцинированные лица перестают болеть тем или иным заболеванием. Но и в то же время, если и заболевают гриппом, то этот грипп не ведет к летальному исходу, то есть к смертельному исходу. И протекает этот грипп. Не так тяжело. С какого возраста вообще начинают прививаться? Прививки против гриппа начинают проводить с 6-месячного возраста. Это, видите, как довольно очень рано. Это говорит о том, что вакцина достаточно активная. И вакцина не только активная, она вырабатывает иммунитет. И если дети, если мы говорим о детях раннего возраста, то если дети от нуля до трех лет, это и есть дети раннего возраста, этим детям мы делаем против гриппа вакцину два раза. То есть дозу, которую делаем взрослым, например, однократно, или детям старшего возраста однократно, маленьким детям мы вводим в два раза. Но в половинной дозе. То есть разновозрастной организм совершенно по-разному дореагирует? Конечно, для того, чтобы иммунитет был напряженным. И чтобы защита была, она действенная защита, и чтобы иммунитет развился, приходится маленьким детям проводить вакцинацию двукратно. Какой вакцины мы будем прививаться в этом году и достаточно ли ее? Есть ли возможность приобрести другие препараты, если это необходимо? Так как вакцина против гриппа входит в национальный календарь, обеспечение вот этих лиц, которые я перечислила, проводится через федеральный бюджет. То есть и вакцины достаточно, и все могут прививаться. Но если есть и еще есть такая категория лиц, которым исполнилось 60 лет. Обычно говорят, что о возрасте не говорят, но тем не менее, сегодня мы можем сказать, что лица, которые имеют 60 и более лет, тоже должны прививаться. И в календарь национальных прививок входит вакцинация лиц, которым исполнилось 60 лет. Все эти лица могут прийти в медицинские пункты и тоже прививаться. В основном, какими препаратами прививают нас? Наверное, в сущности не имеет значения, какой вакциной прививаться. Наш же календарь национальных прививок, национальный календарь прививок обеспечивается грипполом плюс. Гриппол плюс – это вакцина, которая полностью защищает от гриппа на этот сезон. И она расфасована в шприцы, шприц-тюбики. И каждая доза вакцины находится в одном шприце. И то есть для каждого пациента свой обязательный шприц. То есть тот, кто делает вакцину, не должен набирать, не должен разливать. Он имеет уже готовый препарат. Он только вводится. Вводится он в мышцу глубоко, в дельтовидную мышцу. Маленьким детям он вводится в бедро. И все это полностью в стерильном виде уже выпускается в готовом виде. Вот эта вакцина, гриппол плюс, не содержит консерванта. И третье качество хорошей вакцины в том, что вакцина посажена на полиоксидоний. А полиоксидоний относится к одним из самых мощных иммуномодуляторов настоящего времени. И поэтому вакцина как бы усилена. И поэтому иммунитет развивается более активный. И полностью защищает ребенка или взрослого от гриппозной вакцины. Если пациент после вакцинации и заболевает, то заболевание протекает очень легко. Это не во время вакцинации он заболевает, а то есть во время сезона. Это надо тоже правильно. Тоже надо правильно понять. То есть его иммунная система, следовательно, не смогла, может быть, полностью выработать защитные антитела и полностью развить иммунитет. Это уже будет зависеть от самого организма. Но вакцина должна защитить на этот сезон всех пациентов, которые будут привиты. И еще одна положительная черта этой вакцины. В вакцину Гриппол плюс входит и антиген H1N1. То есть тот вирус, который, антиген того вируса, который вызывал пандемию, это антиген свиного гриппа. То есть и если даже у нас в природе имеется этот вирус гриппа, свиного гриппа, то тоже вакцина будет защищать человека от свиного гриппа. Все-таки вечный вопрос у нас стоит, стоит ли прививаться от гриппа. К примеру, если взрослый человек благополучно пережил 5, 6, 7 эпидемий и не заболел, означает ли это то, что у него хороший иммунитет, и ему не нужно прививаться? Во-первых, можно сказать, что этот человек, может быть, не встречался с больными гриппозными больными, и он не заражался в течение первого, и второго, и третьего сезонов, и не болел. Во-вторых, можно сказать, что у него может быть и правда очень хороший иммунитет, и он справляется вот с этой встречей с гриппозной инфекцией. Это тоже можно предположить. Но это не значит, что человек не должен прививаться. Он должен защищаться. Потому что в каждый сезон вирус гриппа может быть другим. Потому что вирус гриппа обладает очень хитрым свойством. Он постоянно меняется, он постоянно приспосабливается. И в каждый сезон вакцины готовятся заново. И всегда мы говорим, ну как же так? Вот никак нельзя один раз ввести эту вакцину и на всю жизнь защититься. Но, к сожалению, нельзя. Потому что изменчивость вируса ведет к тому, что приходится вакцинироваться против гриппа ежегодно. И с другой стороны, вот вирусом свиного гриппа болели, между прочим, именно молодые люди, которые раньше вроде бы и не болели. По всей вероятности, ввиду того, что они не встречались с вирусами, у них не было напряженного иммунитета. И вот эта встреча с вирусом свиного гриппа привела к тому, что у них возникло тяжелое заболевание. Что ж, спасибо большое за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «По существу» была Тамара Ивановна Петрова, профессор, главный иммунолог, аллерголог Министерства здравоохранения и социального развития Республики. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!